МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Вершина Тео приспосабливается к новым условиям. Большинство сокращенных горняков встали на учет по безработице. А те, кто не желает уезжать из дома, обращаются к властям со своими бизнес-идеями. В стройку в Шира мрачил очередной скандал. Строители добивались заработанных денег с помощью голодовки. Предприятие Раздора. Жители Первомайского винят конкурсного управляющего в упадке бывшего совхоза и хотят в суде обжаловать его решение. Коммунальное благополучие Абакана подрывают бесхозные сети. Авария на Торосово стала лишь началом череды новых порывов на тепломагистралях. Предъявите цену. Абаканская прокуратура озаботилась вопросом стоимости проезда до Сорска и нашла нарушение. Не просто школа, а альмаматер и кузница кадров. Национальной гимназии имени Катанова исполнилось 70 лет. На этой неделе в центре внимания сложная ситуация в вершине Тёи. С 1 октября рудник закрыт. Почти полтысячи человек сокращено и до конца года они будут получать положенное пособие по безработице. В понедельник в поселок приехал глава Хакасии вместе с министрами, чтобы объяснить людям, на что они могут рассчитывать и что ждет вершину Тёи в будущем. Власти снова дали немало обещаний и по развитию экономики, и по благоустройству самого поселка. О возможном закрытии производства вершина Тёи узнала вместе со всей республикой в прошлый четверг. Дни до этой встречи с Виктором Зиминым отчитывал весь поселок. Именно глава Хакасии своим волевым решением сохранил рудник, который прежний собственник холдинга «Врас» хотел закрыть еще два года назад. Все это время правительство обещало – у рудника есть перспективы. Однако падение цен на руду не оставило никаких шансов. Я всегда переживаю, ехал, переживал очень сильно, переживал, как в глаза смотреть, что говорить. Мы два года почти отстояли в какой-то борьбе. Ситуация сложилась так, что не получается по деньгам больше двигаться вперед. Тёйский железный рудник осваивается с 1957 года и до развала Союза поселок городского типа процветал, хорошо снабжался и практически не знал бед. Теперь промышленное прошлое навсегда перевернутая страница. В условиях рыночной экономики и спада производства прежней потребности в руде нет, поэтому власти решили сделать ставку на другое – развивать в вершине Тёи туризм и прилагающуюся к нему сферу услуг. У горняков есть выбор – принять новые условия или уехать в поисках лучшей жизни. Сомневающихся много. Люди для чего-то разъезжаться. И при чём потом здесь будут предприниматели, создавать рабочие места. Кто что будет покупать, останутся ради. Вот слушайте, я вас понимаю, мы не можем по-другому себя вести. Вот скажите, что я должен предложить? Всем жить? Мы за два-три месяца не решим эти вопросы. Людям нужно каждый день кушать. Трещок, вот сейчас недавно задал вам вопрос, да, почему бы нам действительно напрямую не работать? Ну, кому нам? Раз с рудой, им нужна наша руда. Ребят, ну почему вот, почему мы за одно и то же, а? Ну, будет цена на руду, возможно, мы пойдём на работу. Планов ехать куда-то на север работать, наверное, потому что здесь предлагают какого-то там. Какой из меня только, если я 20 лет копаю руду? Какие здесь предприятия? Вообще, что-то всё это какая-то история. Года полтора назад я выступала на телевидении, что у меня династия, как бы, хвалилась, что моя династия работает здесь в руднике, что мы работаем чуть ли не с рождения. Муж у меня вообще здесь родился. Я 50 лет сама здесь живу. И теперь остались мы у разбитого корыта, без работы. Жильё мы здесь продать не можем. Ехать нам ни на что и никуда. Так что, я не знаю, как мы выживать на те деньги, которые нам предлагают 6 тысяч биржа. Закрытие рудника обострило и без того тяжёлое положение посёлка. Поэтому на встрече много говорили и о дне насущном. Главная проблема – коммуналка. Износившаяся котельная не раз вводила посёлок в чрезвычайную ситуацию. Вот и накануне нынешнего отопительного сезона правительство экстренно выделило деньги на подготовку коммунальщиков к зиме. Но это лишь латание дыр. Кардинальное решение проблемы в другом. Её надо просто ликвидировать. Она предназначена для производственной зоны. Если участь, допустим, в РУДХК, она будет такая печальная, да. Вот себестоимость тарифа будет очень высокая. И поэтому первое, да, вот это дикорозы, деревообрабатывающие, это всё мелочи. Последствии с тем, чтобы у нас была современная хорошая котельная. Она в этом посёлке нужна. Помимо котельной, водопровод требует ремонта и элементарного обслуживания. Сейчас коммунальщикам даже сложно добраться до водозабора, так как находится он вне посёлка в тайге. Виктор Зимин дал поручение проработать оба вопроса. И главное, Минфин должен найти средства для поддержания поселкового бюджета. С прошлой осени, когда городообразующее предприятие перестало отчислять налоги, в местной казне образовалась большая дыра. Работникам нечем платить зарплату. В общей сложности долг муниципалитета 8 миллионов рублей. Это больше, чем его годовой доход. По заверениям властей, все проблемы решаемы. И вершиной Тёи не будет брошена на произвол судьбы. Стоило Виктору Зимину съездить в Тёи, и там сразу решили проблему с дорогой. Гравийная проезжая часть никогда не была хорошей. Но в этом году её состояние было хуже некуда. Проехав по Ухабам, глава республики устроил публичный разнос министру транспорта и поручил ему привести дорогу в нормальный вид. Глава дорожного хозяйства Хакасии не только пригнал на Тёйскую трассу рабочих, но и сделал оргвыводы. Во-первых, расторг контракт с предпринимателем, обслуживающим участок. Во-вторых, понизил в должности директора Хакавтодора. И третье. Больше данный отрезок не будут отдавать частным конторам, а передадут в ведении республики. Предполагается, что для его обслуживания как раз наймут несколько бывших работников рудника. Как найти новую работу и, главное, где? Об этом сейчас думают горняки. Несмотря на недоверие, подавляющая часть из них обратилась в службу занятости, чьи специалисты специально откомандированы в посёлок для удобства безработных. Для многих это не то, что шанс найти новое место, но возможность получать хотя бы 6300 рублей в месяц. Таков максимальный размер пособия по безработицам. В то же время есть и трудоустроенные. 15 водителей Белазов поедут трудиться на разрезы компании Суэк-Хакасия. Ну а тем, кто не хочет уезжать из дома, власти предлагают полностью сменить специальность или даже заняться своим делом. Приветствуется любая инициатива. Важно создать как можно больше рабочих мест. Из вершины Тёи и Абазы правительство собирается сделать территорию опережающего развития с большими налоговыми льготами. И это, уверяют чиновники, не фантазии, а реальный проект. По крайней мере, одна из главных ответственных за это, министр экономики Хакасии Татьяна Пауль, полна оптимизма относительно того, что Тёя может быть привлекательной для деловых людей. Какой бизнес можно развивать в вершине Тёи, в отдаленном поселке, куда очень трудно добираться, большие расстояния, население маленькое, и кажется, что там совершенно невыгодно что-то открывать? Там реально создание туристского кластера, спортивного именно кластера, потому что у нас там есть уже проект, центр спортивной подготовки в вершине Тёи, и около этого центра мы планируем создать именно бизнес, который предполагается в дальнейшем войти в территорию опережающего социально-экономического развития. Например, какой бизнес? Например, планируется создание строительства двух комплексов, гостиничных комплексов, планируется создание реконструкции уже действующей там гостиницы, планируется создание, индивидуальные предприниматели сами вышли к нам с инициативой, по организации мини-птицефабрики, именно для того, чтобы выращивать кур и обеспечивать спортсменов этим, можно сказать, экологически чистым продуктом, потому что там действительно высокогорье, свежий воздух. Второе направление – это растеневодство. Тоже индивидуальный предприниматель планирует создать там тепличный комплекс по выращиванию овощей. Эти овощи точности также будут направлены на реализацию нашим жителям вершины Тёи, и кроме этого спортсменам, которые туда на постоянной основе сейчас круглогодично будут приезжать и тренироваться. Кроме этого, сейчас там уже действует предприниматель, индивидуальный предприниматель по деревообработке. На сегодняшний день у него уже есть четыре специалиста, которые как раз были сокращены с вершины Тёйского рудника ранее. И он к нам заявился в рамках нашей программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на поддержку. Он планирует получить от республики грант в размере трех миллионов рублей, который он также планирует направить на расширение своего производства и дополнительно открытие новых рабочих мест. Вот на этой встрече также вы рассказали о том, что одно созданное рабочее место привлечет из федерального бюджета один миллион рублей. Поясните, пожалуйста, что это значит. Программы развития фонда моногородов есть определенные условия. Они дают деньги на развитие инженерной инфраструктуры. То есть если мы создаем в вершине Тёи 200 рабочих мест, то мы можем из федерального бюджета, именно из фонда развития моногородов, получить 200 миллионов на инфраструктуру для этих субъектов предпринимательства, которые создали эти рабочие места. Конкретно какая инфраструктура там требуется? Больной вопрос у всех – это дорога. Но вы сами понимаете, что на дорогу 200 миллионов это не хватит. Поэтому мы рассматриваем внутреннюю – это ЖКХ, это создание модульной котельной. Далее они планируют организовать производство по ТБО и также водоснабжение, теплоснабжение. То есть по этим проектам, по инфраструктурным проектам мы сейчас отрабатываем, мы сейчас смотрим их готовность. То есть в любом случае фонд моногородов даст деньги только на те проекты, где есть уже проектно-смертная документация. Все будет создано, мы пройдем все процедуры, но не удастся привлечь туда бизнес в достаточном количестве. Что это означает для республики? Мы все-таки надеемся, что мы заинтересуем наш бизнес нашими преференциями, которые будут предоставлены при создании ТОСЭРа. Также мы работаем сейчас с крупным бизнесом, мы работаем с Русалом, мы работаем со СВЭКом, мы работаем с Росгидро, чтобы они вышли с инициативой создания там рабочих мест, создания там какого-то нового производства. Но даже если вдруг не получится, ну рассмотрим вариант, да, но мы все-таки надеяться будем, то в любом случае есть программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, есть иные программы в республике, есть федеральные программы на уровне Министерства экономического развития Российской Федерации, на уровне Министерства промышленности Российской Федерации. То есть мы все программы будем рассматривать. Вы почувствовали действительно какое настроение у жителей поселка? Вы сами ставите перед собой задачу преодолеть этот скепсис, который у них сейчас есть? Действительно настроение в любом случае человека сократили, И мы выдали трудовую книжку, даже если рассматривать нас с вами, у нас бы было такое же настроение. Но в любом случае, после совещания ко мне подошел специалист вершинотейского рудника. И с инициативой, я говорю, хочу развивать бизнес, я хочу создать кафе. То есть есть такие люди, в любом случае, они преодолевают свои, можно сказать, настроения. И в любом случае, они смотрят в будущее. В любом случае, никого мы без внимания не оставим. Будем работать с каждым индивидуально. И пока не решим все вопросы, мы не прекратим этот проект. Вшера строителям домов для погорельцев пришлось сесть на голодовку, чтобы получить заработанные деньги. Рабочие протестовали пять дней, но реакция последовала лишь после того, как о скандале сообщили средства массовой информации. В итоге, к концу недели люди получили долгожданный расчет. Да и то не все. За развитием событий следил Виктор Буров. Вот так представитель подрядной организации СИП-стройформата Забакана затыкает рот строителям, которые больше не желают молчать. Рабочие признаются, они в положении рабов. Строить заставляют чуть ли не круглыми сутками, а в ответ на просьбу заплатить деньги лишь маты. Хотя расчет по договору выдается сразу после каждого вида работ. По словам строителей, подрядчик заплатил лишь авансы. По подсчетам должны еще как минимум по 60 тысяч. С 20 июля мы здесь работаем. И за это время получали три раза авансы. 8, 10 и 5, 800. Встретились с Кемерово, Шарыпово и Красноярска. Говорят, давно бы вернулись на родину, но денег нет даже на обратный билет. А дома ждут голодные дети. У меня кредиты, которые не оплачены, которые надо платить. Проценты растут, соответственно, тоже коллекторы звонят, там матери. Федеральная стройка, я ожидал, что здесь будет все под строгим надзором. И, ну, то есть, надлежащий уровень должен быть. Отчаявшись пять дней назад, девять человек сели на голодовку в недостроенных домах. Средство против обморока – крепкий чай. Четверо рабочих не смогли продолжить протест по состоянию здоровья. Вызвали ему два раза скорую, у него температура 30. Чтобы я таблеток просто напивался и ишел работать. Все, его отправили в больницу и сказали, что у вас правосторонняя пневмония. Все, вам надо лежать. Светлана Уткина тоже не может добиваться честно заработанной зарплаты голодом. Сейчас на третьем месяце беременности. Вместе с мужем она приехала из Красноярска. Многодетные родители планировали к школе заработать денег на одежду троим ребятишкам. Они разутые, раздетые. Дочь у меня положили в больницу с почками, 16 лет. И я ничем ей помочь не могу. К концу недели на стройке в Шира строители прекратили голодовку. Накануне вечером троим рабочим подрядчик выплатил зарплату. Для выдачи денег троих участников акции в Абакан доставило руководство компании СИП «Стройформат». Каждому выдали на руки по 50 тысяч рублей. По словам подрядчика, деньги выплачены из собственного кармана, так как генподрядчик Черногорского отдела строй до сих пор не перечислил им федеральные деньги. Работодатели согласились дать расчет строителям только после того, как репортаж о голодовке прошел в эфире «Вести Хакасия». Большое спасибо, что вы просвещаете людей, что не оставили в стороне нашу проблему и посвятили людей в данную ситуацию. Я прошу свои извинения, конечно. Прошу прощения за этот нюанс. За себя. За кого-то я не буду просить, конечно. Я прошу от своей фирмы. От своей фирмы. Потому что обещания надо держать. Сейчас ШИРА в СИП-стройформате продолжает работать 28 человек. За должность перед ними – миллион двести тысяч. Как уверяют представители фирмы, рассчитаются со всеми до 15 октября. Но это при условии, что деньги перечислит генподрядчик. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Антон Новожилов. «Вести Хакасия». События недели. Жители Первомайского бьют тревогу. Местное сельхозпредприятие третий год в стадии банкротства. Хотя, по мнению сельчан, при грамотном управлении его можно было бы сохранить. Люди обвиняют конкурсного управляющего в развале предприятия. И собираются подать на него в суд. В Багратском районе побывала Олеся Калиниченко. От некогда богатого сельхозпредприятия ЗАО Первомайска сегодня практически ничего не осталось. Молочная ферма еще не лежит в руинах. Но местные жители опасаются, что это вопрос времени. Проблемы в ЗАО начались, конечно, не вчера. Процедура банкротства длится с 2013 года. Работники уверены, при грамотном управлении предприятия можно было спасти. В 2013 году мы все сохранили. Трудовой коллектив сохранил все имущество, все недвижимости. Техника была, и скот, как был по хранению, согласно договору, все было сохранено. Потому что люди были в надежде, что предприятие будет работать, что рабочие места будут сохранены. И то есть как бы у них твердая уверенность была в будущем. В 2013 году судьбой Первомайки активно занималось Министерство сельского хозяйства. На тот момент в предприятии насчитывалось 500 голов дойного стада. Был цех по розливу молока, своя пекарня и магазин. Хозяйство регулярно навещали районные и республиканские чиновники, обещая помочь. Избежать процедуры банкротства нам не удалось. И я могу заверить сегодня сказать депутатам, что мы сделаем всевозможное, чтобы комплекс хозяйств и там, и там был сохранен. Мы активно сейчас занимаемся поиском инвесторов, которые готовы будут купить имущественный комплекс. Не теряя надежды, что мы сможем на месте этих предприятий создать новое предприятие, которое будет работать с чистого листа и с новым инвестором. Сегодня иллюзий по поводу сохранения предприятий в Министерстве сельского хозяйства не испытывают. Собственно говоря, процедура банкротства не предполагает спасения. Главное – отдать кредиторам долги. Основной из них – это Россельхозбанк. Сегодня ЗАО Первомайское уже выставлено на продажу за 50 миллионов рублей. По закону сельхозпредприятие должно продаваться комплексом. В него входят постройки, техника и самое ценное – скот. Но местные жители уверены – хозяйство пилят и распродают частями. Они конкурсный начальник. Что хотят, то и делают. Но что-то было продано за эти два года с 13-го? Ой, много было. И тракторов продано. Это надо документы поднимать. За эти три месяца уже столько скота зарезали. Я не знаю. А деньги-то все равно не отдают. Ни в Акулинске, ни эту зарплату. Куда они идиются, я не знаю. И сейчас вот режут. Ситуацию о существенном сокращении дойного стада подтвердили и в управлении сельского хозяйства Баградского района. На сегодняшний день все имущество было передано в ООО Первомайское. На хранение, да, и для работы. В том числе и КРС. Ну вот мне кажется, они его не очень хорошо сохранили. Такая информация есть, и она у нас сейчас проверяется. Говорят, что скот вырезают. Ну, как бы, я не могу сказать, что его-то вырезают. Дело в том, что он оттуда пропал. Весь? Весь. А сколько было? Там было 505 голов дойного. Просто сейчас подготовили письмо тоже конкурсному управляющему с пояснениями, пояснить, куда делся скот. О том, куда исчезли первомайские коровы, красноречиво говорят кучи гниющих потрохов. Их даже не потрудились отвезти на скотомогильник и вывалили в поле за деревней. Действиями конкурсного управляющего, который обязан был сохранять имущество должника, недовольны и в Россельхозбанки. Ими уже направлена жалоба в арбитражный суд по факту пропажи сельхозживотных. Первые торги по ЗАО Первомайскому должны состояться 6 ноября. Если желающих купить то, что осталось, не найдется, сельхозпредприятия продадут частями. Алиса Калиниченко, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. События недели. В эфире Вести. Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Бесхозные теплосети в Абакане не дают о себе забыть ни властям, ни коммунальщикам. После памятной аварии на Торосово в столице Хакасии произошел еще целый ряд порывов. Последний случай коснулся квартала в районе 25-й школы. Из-за порыва сетей жители многоэтажек почти двое суток просидели без тепла и горячей воды положенной температуры. Оказалось, что инженерные коммуникации бесхозные. И значит их никто не ремонтировал. Компания ЮСТК, в чьем ведении находятся магистрали, не гарантирует беспроблемный отопительный сезон. Гарантий-то тех нет, что ничего не случится. Но в любом случае готовы у нас есть полная ликвидация. То есть в зимний период есть у нас норматив на устранение аварии. То есть в этот норматив будем вкладывать. Прокуратура уличила известного перевозчика Александра Семенова в завышении цен. Речь идет о проезде от Абакана до Сорска, где у предпринимателя два маршрута. И где он единственный, кто получает субсидии из бюджета для перевозки льготников. Уже есть решение суда первой инстанции, обязывающей Семенова снизить стоимость билетов. Однако предприниматель не согласился с ним. Автобусы предпринимателя Александра Семенова возят в Сорск по двум направлениям. Через Биджу и через Копчелы. Неизвестно как, но одна из жителей Сорска узнала, что проезд в автобусах завышен. Женщина пожаловалась в прокуратуру и та подтвердила опасения бдительной пассажирки. Оказывается, есть норматив, по которому один километр внутри Хакасии стоит 1 рубль 3 копейки. Исходя из этих нормативов, переплата проезда на двух маршрутах Семенова составляет 19 и 22 рубля. Надзорники потребовали снизить плату. Решением Абаканского городского суда от 1 сентября 2015 года требования прокурора удовлетворены в полном объеме. И Семенов Александр Геннадьевич обязан привести указанную плату за проезд в соответствии с действующим законодательством. Указанное решение суда на сегодняшний день не вступило в законную силу. Предприниматель обжаловал вынесенное решение. Александр Семенов от интервью воздержался, но его официальный представитель в телефонном разговоре заявила, «Цены обоснованы, со стороны перевозчика нарушений нет». Перевозки Семенов Александра Геннадьевича осуществляет на основании договора с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия. В настоящее время решение суда первой инстанции мы считаем незаконным и необоснованным. Мы его обжаловали в апелляционном порядке. Ждем решения апелляции. Могут ли быть подобные нарушения на других маршрутах – вопрос, требующий проверки. Как выяснилось, после заключения договора между перевозчиком и Минтрансом никто не следит за тем, соответствует ли фактическая цена проезда той, что была на бумаге. Есть в этой истории еще один нюанс. На субсидируемых маршрутах льготники ездят бесплатно. Как правило, они и составляют основную часть пассажиров. Окупаются ли в этом случае затраты перевозчика, особенно если выплаты из бюджета порой задерживаются – вопрос открытый. Марина Конодакова, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. А вот жители Алтайского района на этой неделе пошли за своими проблемами не в прокуратуру, а к депутату. Один из сторожилов Верховного совета, Михаил Сарожаков, провел традиционный прием избирателей в Белом Яре и Краснополье. На что жалуются люди и что им обещал представитель власти – смотрите в нашей традиционной рубрике. Встречи с жителями Алтайского района Михаил Сарожаков проводит регулярно. В основном на прием к депутату люди идут со своими проблемами. Например, староста села Кайбал и Светлана Безяева подняла тему электроснабжения в селе. В частности, сейчас там не освещаются улицы. Энергетики отключили за долги. Мы теперь вообще в полной темноте находимся. У нас процентов 40 детей учатся в городе Абакане. Возвращаются поздно, естественно. Дорога не освещена, остановка не освещена. Дорожка между остановкой и деревней тоже там никогда в жизни не было фонарей. То есть прямо очень такая больная тема. Еще одна из тем, затронутых алтайцами в ходе личного приема, касалась выполнения республиканских программ по социальной поддержке. Я хотела бы узнать, почему приостановлена или вообще прекращена выдача неслабных участков на этой фонаре. По словам депутатов, большинство вопросов вполне возможно решить на уровне местных властей. Немало случаев, когда человек получает ответ на вопрос сразу на приеме, как, например, Екатерина Коновалова. Не было денег в промежевание. Значит, сейчас деньги республика дала, миллион двести на размежевание участков. 10-го числа, 10-го октября и 12-го, 10-го и 12-го пройдут публичные слушания по вот этим вопросам, по выделению земельных участков, по изменению границ выделяют новые участки сейчас. Но все-таки есть обращения, по которым требуется привлечение специалистов. В частности, к депутату Верховного Совета обратились работники одного из коммунальных предприятий, Белого Яра. Несколько месяцев 18 человек не получают зарплату. В данный момент уже с июля месяца нам не выплачены ни зарплата, ни отпуск, ни... В ходе встречи принято решение провести совещание совместно с представителями местной власти, полицией, прокуратурой, трудной инспекцией. Очевидно, по его итогам и появится решение. Когда вот такие вот встречи происходят, то действительно встают вот те проблемы. Иногда вроде бы проблема маленького села, они уносят, вы знаете, республиканский характер. Может быть, даже вот эти управляющие все компании, которые сегодня и в городах, и в селах, это уже общегосударственные проблемы. В селе Краснополе Михаил Сарожаков встретился с погорельцами. Многодетная мама Оксана Черных говорит, только две недели назад справили новоселье. Мы не знали вообще, мы в разделенности были, не знали вообще, что делать. И вот спасибо, конечно, властям нашим за то, что... Крыша над головой есть, остальное мы все наживем, это уже руки есть у нас. Нет. Конечно, спасибо. Людям спасибо помогали, не бросили, не оставили. Действительно, огромная титаническая работа была проведена сегодня исполнительными органами власти. Депутаты Верховного Совета принимали самые непосредственные участия. Тот же Соболев, Валерий Федорович, строительная компания, которую в Узбире полностью тоже построили. В апрельских пожарах в Краснополе сгорело более 50 домов. Сегодня Краснополе полностью восстановлено, как и восстановлена Саяно-Шушенская ГЭС после аварии 2009-го. А сегодня для гидроэнергетиков особый день исполнилось 40 лет с момента перекрытия Енисея. С этим событием работников станции и строителей поздравил председатель Верховного Совета Владимир Штыгашев. 11 октября состоялось это громадное большое событие. И это действительно был праздник труда огромного количества людей. Енисей был перекрыт, и началось интенсивное строительство и плотины, и всего гидроузла. И сегодня бы, конечно, хотелось поздравить всех ветеранов, кто участвовал, кто принимал любое участие в создании и строительстве этого мощнейшего гидроузла. И пользуясь случаем, я хотел бы действительно поздравить всех участников строительства, создания этого мощного гидроузла на Енисеи, ветеранов прежде всего, и молодые люди, которые продолжают сегодня работать на различных участках производства. Я думаю, что это праздник всей Хакасии и Красноярского края. Работали все. Так что с праздником вас, с 40-летием перекрытия Енисея. 70 лет исполнилось Национальной гимназии имени Николая Федоровича Катанова. Единственная в своем роде она стала кузница национальных кадров и воспитала не одно поколение хакасской интеллигенции. Сегодня задача усложнилась. Необходимо не только искать таланты среди сельских детей, но и сохранять хакасский язык. Об этом и не только педагоги и выпускники национальной школы говорили на торжественном собрании в честь юбилея. В фойе драмтеатра вечер сотен встреч и тысяч воспоминаний самых теплых, душевных и дорогих о годах, проведенных в национальной школе. Это тот редкий случай, когда нет шаблонных фраз и парадных речей. Здесь все идет от души. Выпускники разных лет собрались поздравить родную школу 70-летия. Много мне приходилось ездить по Союзу и за границу. И везде, куда приезжаешь, всегда встречаются выпускники национальной гимназии. И мои с ансамбля артисты говорят, не совершенно сколько у вас знакомых, потому что мы все одна семья. С праздником вас! Деятели культуры и искусства, врачи, ученые, педагоги, инженеры, спортсмены, национальная школа дала Хакасии, да и всей стране немало выдающихся людей. В этом была ее главная задача – воспитать национальные кадры, способные стать передовой частью хакасского народа. Это было бы невозможно без учителей, а национальная школа всегда славилась сильными преподавателями, которые не просто давали знания, но гораздо шире смотрели на свою профессию и действительно были инженерами человеческих душ. Я поступила в эту школу в пятый класс. В это время был директором Алексей Дмитриевич Кичук, заслуженный учитель Российской Федерации. И необходимо сказать, что при том, что мы были из отдаленных сел, тем не менее мы сдавали экзамены, мы сильно волновались, потому что обязательно условие было знание хакасского языка тогда. Когда я приехала в эту школу, я, во-первых, была счастлива до невозможности. Почему? Потому что я действительно оказалась в семье своих родственных людей, потому что мы все из разных уголков Хакасии собрались и старались помогать друг другу, одолевать все трудности, с которыми мы соприкасались в этой городской жизни. Школа в то время находилась в очень маленьком таком помещении, в третьей школе на проспекте Ленина. И условия тогда были очень скромные, так сказать. В любом случае, на качестве образования, на том, насколько мы хотели учиться, насколько нам давали возможность, но это, слава богу, никаким образом не сказывалось. Тот, кто хотел учиться, все равно получал высокие оценки. Национальная школа – это еще и особая атмосфера, ведь дети здесь не только учились, но и жили. Многие классы смогли пронести эту дружбу через всю жизнь. Очень прекрасный у нас класс. Я в 10-м Б учился, но мы сейчас все объединились с 10-й Б и 10-й А. Нас осталось сейчас 32 человека из 53 учеников, которые заканчивали гимназию. Конечно, школа нам очень дала очень многое. Надо сказать, что я сама устроила себя в эту школу. Я писала заявление директору школы, и мне пришло особое приглашение, и в 6-м классе я поступила. И мне понравился очень класс. Мне понравились ребята, которые с теплотой приняли меня. А особенно мне понравился классный руководитель Арштаева Эльзета Ивановна и наша воспитательница Анна Ивановна Чунтонова. Когда мне предложили в 88-м году пойти в школу работать учителем, у меня было высшее образование инженерное, я не колеблюсь, сразу согласился. В свою школу сказал, в национальную, я говорю, пойду. Национальная школа и сегодня остается одной из сильнейших в республике. В честь юбилея ее учителя и работники получили от органа власти почетные дипломы и грамоты. Теперь им предстоит, несмотря на непростое время для образования, сохранить дух национальной школы и ее предназначение, служить интересам народа. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам приятного окончания выходных и бодрого, позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго!